Всем привет! Сегодня у нас тема изменения приоритетов процессов. Достаточно полезная тема, может пригодиться нам в том случае, когда мы хотим какой-то процесс, чтобы получил максимальное количество аппаратных наших ресурсов, или наоборот, мы видим то, что какой-то такой фоновый процесс жрет слишком много, и мы хотим его этих полномочий лишить. LPIC у нас уделяет этой теме всего лишь два вопроса, вы видите, и говорит о том, что студент должен понимать, что такое, собственно, приоритет процесса, увидеть приоритет существующего процесса и установить его при запуске или уже изменить приоритет запущенной программы. У нас, на самом деле, все очень быстро и просто. Нужно сказать то, что в Linux у нас по умолчанию у любого процесса может быть приоритет от минус 20 до плюс 19, при этом во FreeBSD до плюс 20, то есть у нас есть в минус 20 уровней, 20 приоритетов и в плюс. Максимальный приоритет считается такой приоритет, у которого минимальное вот это вот число, то есть минус 20 это максимальный приоритет, это задача, которая будет выполняться, прежде всех остальных. Приоритет плюс 19 это минимальный приоритет, и задача, которая имеет такой приоритет, будет выполняться в последнюю очередь с минимальными вообще затратами ресурсов на нее. Linux использует для изменения и для установки приоритетов такую программу, как NICE, NICE и RENICE, то есть такая вежливость, аккуратность. Именно NICE и RENICE мы сейчас будем заниматься в нашей углу. В сегодняшнем занятии будем понемножечку сваться на предыдущие. В частности, в предыдущем мы узнали такую команду, как ps-processes. Processes у нас, вы видите, показывает, если запускать его без ключей, просто процессы текущего пользователя, запущенные в рамках текущего вот этого сеанса нашей консоли. Мы видим то, что у нас здесь не так уж и много, собственно, процессов. Это наша консоль и запущенная в ней команда processes. При этом команда processes, вы знаете, если ее открыть мануал, мы увидим то, что ключей у нее может быть вот огромное количество. Все, что угодно можно выбирать. Я вам сейчас покажу те, которые мы использовали в прошлый раз и еще парочку новых. В прошлый раз мы использовали aux, то есть all, users и executable, по-моему, то есть все выполняемые процессы от всех пользователей. Обновляться я сейчас не хочу. И вот он нам показывает то, что вот у нас, в принципе, пользователей не так уж и много, в частности, вот Demons BTO, есть у нас Cimae, Fruit и огромное количество процессов. Для нас это, наверное, чересчур. Причем мы видим то, что по умолчанию он показывает нам пользователя, который запустил процесс, айдишник этого процесса, процент загрузки памяти, оперативки и кучу различных значений, которые мы обычно не смотрим. Так вот, мы сегодня говорим о приоритетах. Приоритет или nice. Чтобы увидеть приоритеты выполняемых задач, нам нужно немножечко изменить ключи для процесса. Вместо AUX показать ALX. L это лист, то есть полный перечень, собственно, столбцов по каждому процессу. Более полный вывод. И мы видим то, что у нас здесь теперь появилось, среди всего прочего, NI. Это у нас nice как раз таки. Причем раньше у нас был только ключ nice. Сейчас у нас, видите, еще появились тут при. Но это не важно. И мы видим то, что вот эти вот процессы выполняются у нас с уровнем nice 0. Это уровень по умолчанию. То есть это тот приоритет, который у нас имеется при запуске задачи, если не указано что-то другое. А вот это вот у нас выполняется со значением минус 20. То есть эта штука выполняется с максимальным приоритетом. Вот это вот приложение выполняется с максимальным приоритетом. Нам опять же сейчас этого, наверное, все чересчур. Мы давайте укажем по другому команду processes и начнем уже работать с приоритетами. Processes. Парочка ключей и O. Это у нас everything, значит. То есть выводить все. Но при этом output. О ключ. Что именно мы хотим видеть по каждому процессу, мы перечисляем. Мы хотим видеть пользователя, который его запустил. Хотим видеть ID процесса. Хотим видеть, например, проценты загрузки CPU. PCPU. Хотим видеть уровень, собственно, запуска или nice. Вот этот самый приоритет. И, наверное, собственно, описание, что за команда это. И выводим вот так вот. И теперь мы видим то, что столбцов стало меньше. Мы видим то, что у нас есть пользователь. Как мы и просили, ID процесса, процент загрузки CPU. Уровень приоритет, то есть nice. И, собственно, какая-то команда. Давайте теперь попробуем, повозимся. Очищу я экран. Со slip. Чтобы понять, что такое приоритет. Вот мы, например, по умолчанию давайте запустим slip. В прошлый раз мы ее запускали. Команда, которая просто ставит на паузу какую-то задачку. И чтобы отправить ее в бэкграунд, указываем в конце ampersand. Сделали. Теперь давайте выведем снова процессы. Точно так же все. И в output укажем только, давайте, пользователя. Ну, давайте ID пусть будет тоже для порядка. Вот этот вот уровень nice. И, собственно, что это за команда. Но этого мало. Если мы сейчас опять вывалим вот так всю эту кашу, нам будет тяжело разобраться в ней. Мы хотим сейчас увидеть именно наш slip, с каким приоритетом запущен. Мы с вами проходили уже значок pipeline или conveyor. То есть все полученные процессы вот этой вот команды ps с разными ключами мы передаем следующей команде. Следующая команда это grab, которая отсортирует у нас все по значению slip. То есть она нам покажет только slip, а все остальное она нам отфильтрует. Мы видим то, что да, у нас запущен процесс с ID-шником 22.16. Nice у него нолик. То есть приоритет по умолчанию вот такой. Давайте мы теперь попробуем запустить что-то с nice. То есть установим приоритет при запуске следующей задачи. Это может быть полезно, если мы хотим запустить какой-то серьезный процесс. И хотим, чтобы он получил максимальный приоритет. Например, какая-нибудь переиндексация базы данных срочно нам нужно сделать на серваке. Или наоборот, мы хотим запустить пользователям какую-нибудь программку, которая будет собирать отчеты об их деятельности, но не мешать им работать. И мы хотим его запустить с минимальным приоритетом. До этого используется для всего команда nice. То есть если мы скажем nice в команде sleep, давайте теперь скажем, чтобы это было sleep, не знаю, 6 тысяч секунд. И точно так же в background, чтобы она нам не мешала работать. И снова выполним вот эту вот команду. И мы видим то, что у нас появилось по умолчанию со значением 10 sleep. Это новый приоритет. Нолик у нас остался, и вот у нас с приоритетом 10. Что у нас значит приоритет 10? Это приоритет по умолчанию, и он у нас, видите, ниже, чем 0. Напоминаю, чем выше это значение, тем приоритет ниже. То есть если мы по умолчанию запускаем команду nice, она устанавливает приоритет в два раза меньше, чем у задач, которые запускаются просто сами по себе. Давайте убьем наши sleep'ы все. Kill all sleep. Это все из прошлой нашей операции. Давайте сделаем. Уже в супер поле цели зайдем и не будем заморачиваться. Kill all sleep. Убили. Давайте попробуем установить минимальный приоритет задачи. Мы указывали с вами вот в прошлый раз nice без параметров. А теперь укажем параметр с параметром 19. Максимально возможный у нас параметр 19 в Ubuntu. Sleep. Ну, собственно, там 6000 и в background указали. Заново пишем ps, everything output, user, id, nice, com. И сортируем. Я стрелочкой вверх поднять не могу, потому что у меня это уже другой пользователь. Что, что, что я не так сделал. User неправильно написал. И видим то, что команда nice с ключом минус n19 запустила действительно некий процесс с минимальным приоритетом. Соответственно, точно так же мы можем сделать, например, с максимальным приоритетом. Давайте следующий запустим с максимальным. Прямо не будем ничего придумать. Со значением минус 20. И запускаем еще раз, проверяем. И видим. Вот у этой задачи у нас приоритет минимальный, у этой задачи приоритет максимальный. Нужно сказать то, что отрицательные значения приоритету, то есть ставить приоритет выше, чем у всех задач по умолчанию, могут только пользователи с правами админа. Если бы мы это пробовали делать из-под моего обычного пользователя, у нас бы ничего не получилось. Давайте снова грохнем все слипы. Kill all sleep. И запустим, скажем, снова nice наш. По умолчанию пусть поставит значение 19, неважно. И вот мы запустили этот процесс. Вот проверим то, что он есть. Есть. Прекрасно. Теперь, если мы видим то, что какой-то процесс выполняется, мы хотим дать ему приоритет повыше. То есть вот наш слип сейчас, компьютер спит не очень сильно, не в полную силу. Мы хотим его усыпить так, чтобы он прямо вот уснул. Для этого у нас есть, собственно, вторая команда re-nice. Мы говорим переустановить приоритет, то есть изменить nice. Сначала на сколько? Скажем, с 19 давайте изменим на 5. Вот так вот повысим. Представляем мы то, что нам это даст какой-то результат. Для процесса по айдишнику 25,72. Вот мы видим этот айдишник процесс. Нажимаем. Пишет, старый приоритет был 19, новый приоритет 5. Проверяем. Видим то, что 5. Соответственно, мы точно так же можем передвинуть его в отрицательные значения. И так мы можем динамически изменять приоритеты. В Windows у нас это тоже все есть. Диспетчер и задачи, вы знаете, правой кнопкой можно назначать ядра для выполнения этой задачи. Можем повышать, понижать приоритет. Но в Windows у нас всего 5 уровней приоритета. А в Linux, вы видите, у вас получается 40 уровней приоритетов. Кроме того, что по айдишнику мы можем это делать, мы можем увидеть то, что какой-нибудь товарищ зашел и какой-нибудь ерундой занимается, не знаю, играет на сервере, что-то там делает. Или это какой-нибудь, не знаю, неприятный 1Сник, который жрет все, а вам нужно, чтобы люди работали. И мы можем тогда сказать, изменить приоритеты для вот такого товарища, вот скажем, изменить приоритет задач на 15, то есть почти такой минимальный, для минус U, для пользователя, вот для моего пользователя. И он говорит то, что у моих задач раньше был приоритет аж минус 11, то есть у меня был достаточно хороший приоритет по выполнению задач. А теперь он стал 15, и приоритет для меня так серьезно упал. И большинство системных задач уже будут выполняться в первую очередь, а потом уже май. И к слову, пока мы говорили о приоритетах, давайте я вам сейчас, что у нас там такое хорошее, sleep, не sleep, покажу. Мы уже с вами работали с диспетчером задач Linux, вот такой вот топ. И мы помним то, что можно отсортировать в нем значения стрелочками больше и меньше. Вот я хочу отсортировать сейчас по Nice. И вот вы видите то, что в диспетчере задач есть тоже уровень Nice. И все мои задачи сейчас запущены с уровнем 15. Все, все, все. Соответственно, вот у рута только что-то мы руту запускали с минимальным приоритетом тоже. Ну вот, собственно, вы видите. То есть топ нам помогает еще посмотреть приоритеты точно так же, как PS. В диспетчере задач есть его приоритеты. Это, собственно, все. В результате сегодняшнего занятия мы разобрались с тем, что такое приоритеты в Linux. Приоритеты в Linux у нас могут быть, принимать значения от минус 20 до плюс 19. Мы можем посмотреть приоритет существующих уже выполняемых задач при помощи топа и при помощи команды PS. Можем запустить новую задачу с приоритетом, отличающимся от приоритетом умолчания при помощи Nice. И изменить приоритет уже запущенной задачи при помощи команды Renice. Это нам позволяет гипп управлять распределением аппаратных ресурсов на нашем, допустим, сервере для выполнения задачи более гибко. Спасибо, что смотрели.